Те, далёкие, не услышат звучного, мягкого голоса женщины с Земли, не поймут его выразительности. Кто знает, как устроены их уши? Могут быть разные типы слуха. Только зрение, повсюду использующее проницающую атмосферу части электромагнитных колебаний, почти одинаково во всей Вселенной, и они увидят очаровательную, горящую волнением веду. Дарветер, не сводя глаз с полуприкрытого прядью волос маленького уха Веды, стал прислушиваться к её лекциям. Веда Конг сжато и ясно рассказывала про основные вехи истории человечества. О древних эпохах существования человечества, о разобщенности больших и малых народов, сталкивавшихся в экономической и идейной вражде, разделявшей их страны. Она говорила очень коротко. Эти эпохи получили собирательное название ЭРМ – эры разобщенного мира. Но не перечисление истребительных войн, ужасных страданий или якобы великих правителей, наполнявшие древние исторические книги, оставшиеся от античных веков, тёмных веков или веков капитализма, интересовало людей эры Великого Кольца. Гораздо важнее была противоречивая история развития производительных сил вместе с формированием идей, искусства, знания, духовной борьбы за настоящего человека и человечества. Развитие потребности созидания новых представлений о мире и общественных отношениях, долгих, правах и счастья человека, из которых выросло и расцвело на всей планете, могучее дерево коммунистического общества. В последний век ЭРМ, так называемый век расщепления, люди наконец поняли, что все их бедствия происходят от стихийно сложившегося ещё с диких времён устройства общества. Поняли, что вся сила, всё будущее человечества в труде, в соединённых усилиях миллионов свободных от угнетения людей в науке и переустройстве жизни на научных основах, были поняты основные законы общественного развития, диалектически противоречивый ход истории, необходимость воспитания строгой общественной дисциплины, тем более важной, чем больше увеличивалось население планеты. Борьба старых и новых идей обострилась в век расщепления и привела к тому, что весь мир раскололся на два лагеря, старых капиталистических и новых социалистических государств с разными экономическими устройствами. Открытие к тому времени первых видов атомной энергии и упорство защитников старого мира едва не привело к крупнейшей катастрофе всё человечество. Но новое общественное устройство не могло не победить, хотя эта победа задержалась из-за отсталости воспитания общественного сознания. Переустройство мира немыслимо без коренного изменения экономики, без исчезновения нищеты, голода и тяжёлого изнурительного труда. Но изменение экономики потребовало очень сложного управления производством и распределением, и было невозможно без воспитания общественного сознания каждого человека. Коммунистическое общество не сразу охватило все народы и страны. Искоренение вражды и особенно лжи, накопившейся от враждебной пропаганды во время идейной борьбы века расщепления, потребовало развития новых человеческих отношений. Кое-где случались восстания, поднимавшиеся отсталыми приверженцами старого, которые по невежеству пытались найти в воскрешении прошлого лёгкие выходы из трудностей, стоявших перед человечеством. Но неизбежно и неуклонно новое устройство жизни распространилось на всю Землю, и самые различные народы и расы стали единой, дружной и мудрой семьёй. Так началась ЭМВ, эра мирового воссоединения, состоявшая из веков союза стран, разных языков, борьбы за энергию и общего языка. Общественное развитие всё ускорялось, и каждая новая эпоха проходила быстрее предыдущей. Власть человека над природой стала расти гигантскими шагами. В древних утопических фантазиях о прекрасном будущем люди мечтали о постепенном освобождении человека от труда. Писатели обещали, что за короткий труд, два-три часа на общее благо, человечество сможет обеспечить себя всем необходимым, а в остальное время предаваться счастливому ничего не деланию. Эти представления возникли из отвращения к тяжёлому и вынужденному труду древности. Скоро люди поняли, что труд – счастье. Так же, как и непрестанная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и экономики. Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий врождённым способностям и вкусам, многообразный и время от времени переменяющийся, вот что нужно человеку. Развитие кибернетики, техники автоматического управления, широкое образование и интеллигентность, отличное физическое воспитание каждого человека позволили менять профессии, быстро овладевать другими и без конца разнообразить трудовую деятельность, находя в ней всё большее удовлетворение. Всё шире развивавшаяся наука охватила всю человеческую жизнь, и творческие радости открывателя новых тайн природы стали доступны огромному числу людей. Искусство взяло на себя очень большую долю в деле общественного воспитания и устройства жизни. Пришла самая великолепная во всей истории человечества ЭОТ – эра общего труда, с её веками упрощения вещей, переустройства, первого изобилия и космоса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова